Во время просмотра матчей болельщики могут получать от игры разные эмоции. В основном в их число входит радость, гнев, грусть. Но также бывают и случаи, когда футбол изрядно может нас повеселить. Подобные эмоции мы можем испытывать от нелепых эпизодов, среди которых в том числе можно назвать голы в собственные ворота. Друзья, сегодня я расскажу о самых глупых автоголах, которые случались в футболе. Желаю вам приятного просмотра. В матче немецкой Бундеслиги между Хофенхаймом и Майнцем защитник «Сине-белых» Павел Кадржабек допустил обидную оплошность, которая стоила его команде пропущенного гола. После навеса с правого фланга чешский футболист постарался устранить угрозу, но после неудачной попытки сделать это ногой мяч стукнулся защитнику об голову и от нее залетел ворота. А теперь взгляните на реакцию одноклубников. Похоже, они привыкли, что Павел большой любитель привозить мячи в свои ворота. Защитник Сандерленда Сантьяго Вирджини в свое время забил автогол, исполнению которому позавидуют многие нападающие. В выездном матче против Саутгемптона аргентинец пытался сделать все возможное, чтобы не подпустить к мячу полузащитника святых Моргана Шнайдерлена. Но в итоге вышло так, что Вирджини исполнил удивительный по красоте обводящий удар, который оставил Пикфорда в полном замешательстве. Видимо, Сантьяго настолько надоело быть защитником, что он решил продемонстрировать тренеру, что в завершении атак он тоже мастер. Не менее красивый гол в свои ворота в сезоне 2013-14 забил защитник Барселоны Жорди Альба. В выездном матче против Депортиво Ла Коруньи испанец попытался помешать нападающему соперников подобраться к мячу и попытался выбить его куда подальше. Но вместо этого Альба сам, того не ожидая, перекинул своего голкипера Виктора Вальдеса и буквально подарил хозяевам забитый мяч. Хоть гол получился эффектным, но забавнее всего выглядит реакция тренера Депортиво. Главным героем следующего эпизода тоже стал игрок Сандерленда. Но на этот раз речь идет о Дэвиде Воне. Во время домашнего матча против Эвертона голкипер Черных Котов Симон Миньоле сделал сейв после выхода 1 на 1 с Никитсой Еловичем. Но, к сожалению, для бельгийца вон вместо того, чтобы выбить мяч куда подальше, как будто специально занес его в собственные ворота. Следующий эпизод в протоколе хоть и не является автоголом, но по абсурдности самой ситуации ничуть не уступает предыдущим моментам. Во время домашней игры Манчестер Юнайтед в Кубке Англии против Рейдинга голкипер Гастей Али Аль-Хапси не сумел обработать мяч после обратной передачи от защитника. У вратаря была уйма времени для того, чтобы подумать и выбрать правильное решение. Но вместо этого Аль-Хапси буквально застыл на одном месте и подарил мяч нападающему красных дьяволов Маркусу Рэшфорду, которому ничего не оставалось сделать, как поразить уже пустые ворота. В 2012 году в игре против Ливерпуля Гаррет Бэйл провел самый удивительный матч в своей карьере. Сначала Валейд забил гол, потом отдал ассист, а в конце встречи стал героем весьма курьезного эпизода. А случился он в тот момент, когда гости подавали угловой. Откликнувшись на навес, защитник скаузеров Хосе Энрике сделал скидку головой на капитана Стивена Джерарда, который нанес удар по воротам. Казалось, что стоящий на ленточке Аарон Леннон должен устранить угрозу, но выбив мяч, англичанин попал прямо в голову своему партнеру Гаррету Бэйлу, который мало того, что стал автором автогола, так еще и рухнул на газон в полном нокдауне. Очнувшись, Гаррет даже не сразу понял, что вообще произошло. В итоге матч завершился победой Шпор 2-1, а Валеец по факту сумел поучаствовать во всех забитых мячах. В матче чемпионата Венгрии одна из команд провела довольно затяжную атаку, которая закончилась довольно непредсказуемо. В то время как голкипер справился с двумя ударами подряд, защитник помножил все его усилия на ноль и как будто бы специально вколотил мяч в собственные ворота. Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг в домашнем матче против Вулверхэмптона не просто забил автогол, а еще и мудрился сделать это рукой. После подачи с левого фланга первым на мяче оказался Фил Джонс, но от его головы мяч полетел в сторону ворот. Смоллинг, в свою очередь, в попытках устранить угрозу, мало того, что помешал своему голкиперу Давиду Дехея, так еще и коснулся мяча рукой и отправил его в собственные ворота. Друзья, если вы хотите подогреть интерес к просмотру матча, то с этим вам помогут мои партнеры OneX. Пополнение без комиссии, ставка без риска и вывод на любую платежную систему. А самое главное, если вы регистрируете новый аккаунт и введете промокод FOOTLIFE, то сразу же получите 25 тысяч рублей на свой баланс. Так что не теряя минуты, заходите по ссылке в закрепленном комментарии и забирайте свой бонус. Выступая за Тоттенхэм в выездной игре против Челси, Киран Трипьер в сезоне 2018-19 забил один из самых курьезных автоголов в АПЛ за последние сезоны. Когда нападающий синих Оливье Жеру выиграл верховую борьбу в центре поля и отправил мяч вперед, на подборе оказался именно Трипьер. Казалось, что у англичанина есть уйма времени и пространства для совершения маневра, но защитник неожиданно решил отдать передачу в противоход голкиперу Угальюрису, который, разумеется, не сумел принять передачу и пропустил мяч в ворота. Голкипер Гренобля в одном из матчей 2-го дивизиона Франции однажды учудил по-настоящему странную вещь. Готовясь к выбросу мяча, вратарь по каким-то непонятным обстоятельствам занес мяч в собственные ворота. Несмотря на попытки догнать мяч и исправить ошибку, у футболиста это, к сожалению, не получилось. Но стоит признать, он был очень близок. В игре немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и Вердером защитник бременцев Тин Едвей оказался не в том месте и не в то время. Во время атаки соперников защитник Вердера пытался помешать нападающему нанести удар, но в итоге вышло так, что мяч угодил в Едвая, от которого и закатился ворота. Еще один курьезный эпизод возник в поединке между лондонским Челси и Рейдингом, который проходил в рамках чемпионата Англии в сезоне 2006-07. Во время одной из своих редких атак гости смогли навесить в чужую штрафную с левого фланга, после чего защитник Синих Эшли Коул попытался устранить угрозу. В конечном итоге англичанин угодил в своего партнера по команде Майкла Эсьена, от которого мяч срикошетил ворота. Как бы голкипер Синих не старался, ситуацию спасти так и не удалось. Во время матча Бундеслиги защитник Штутгарта отметился настолько эффектным черпачком в свои ворота, что его исполнению позавидовали бы самые техничные футболисты планеты. В один момент казалось, что игрок уже не даст нападающему нанести завершить атаку. Но вместо этого защитник сам решил помочь сопернику и элегантно перекинул голкипера. Отдельного внимания заслуживает траектория удара, ведь до конца так и не было понятно, окажется ли мяч в сетке. В матче чемпионата Испании против Валенсии голкипер Малаги Идрис Камени отметился своеобразным автоголом, исполнение которого походило на прием из волейбола. При попытке прервать навес с правого фланга вратарь упростил задачу Денису Черышеву и решил сам отправить мяч рукой в собственные ворота. Увидев мяч в сетке, голкипер сразу же побежал жаловаться судья на Черышева, обвиняя россиянина в том, что он помешал ему подобраться к мячу. Но как бы ни старался вратарь, арбитр свое решение так и не поменял. Защитник Ливерпуля Джимми Трауре в игре Кубка Англии против Бернли отметился весьма эффектным голом в собственные ворота. После прострела с левого фланга футболист не смог сориентироваться и техничным ударом пяткой прошил собственного голкипера Ежедудека. Но зато получилось эффектно. Еще чуть-чуть, и Трауре мог исполнить рулетку Зидана. В матче против Валенсии защитники мадридского клуба сыграли настолько плохо, что за 90 минут игры они умудрились заработать три пенальти, а также забить один гол в собственные ворота. На 43-й минуте Черышев в контратаке сместился с левого полуфланга к центру и не зря оказал игровое давление на Варана. После прострела с правой стороны Варан по дуге срезал мяч в собственные ворота, хоть Куртуа и попытался вытащить мяч, но уже было поздно. Ведь самое забавное, что на повторе становится заметно, что ни Тибо, ни Рафаэль не сумели попасть в точку, когда еще была возможность выбить снаряд с линии ворот. Главный арбитр слушал видеоассистентов, и в определенный момент игроки Валенсии синхронно сорвались со своей половины поля на чужую, радоваться за считанному голу. Еще один глупый гол в собственные ворота был забит футболистами Дерби Каунти в матче против Лестера. После подачи углового снаряд отлетел в центр штрафной, после чего полузащитник Дерби Каунти попытался выбить его подальше от ворот, но не получилось, и вместо этого он срезал его в другую сторону. Даррен Бент попытался исправить ошибку партнера, но вместо уверенного попадания по мячу он лишь задел его стопой, ну а футбольная сфера спокойно влетела в ворота Дерби. В матче между Кёльном и Шальке зрители стали свидетелями глупой вратарской ошибки и по совместительству автоголом вратаря гостей. После удара нападающего Кёльна Александр Нюбель вроде как и зафиксировал мяч, но по какой-то причине выронил его из рук, ну а снаряд издевательски вильнул прямо между ногами Нюбеля и спокойно закатился в ворота Шальке. Самое забавное, что за месяц до этого эпизода мюнхенская Бавария купила этого вратаря у Шальке как потенциальную замену Мануэлю Нойеру, но после этой ошибки он даже умудрился потерять место в основе Шальки. Еще один гениальный мяч в свои ворота забил защитник Манчестер-Сити Ричард Данн. После навесной подачи от полузащитника Вест Бромвича Ричард стал пятиться назад, но потеряв мяч из виду, он обнаружил, что тот уже спокойно и непринужденно катится в собственные ворота. Становясь авторами голов в собственные ворота, многие игроки наверняка испытывали обиду. Но в глубине души они наверняка осознавали то, в насколько абсурдной ситуации им пришлось поучаствовать. И теперь я вновь хочу вам задать интересный вопрос. Этот полевой футболист установил исторический антирекорд клуба. За 319 игр он не забил ни одного гола в ворота соперника и четыре раза отправлял мячи в собственные ворота. И лишь в 2017 году он наконец-то сумел забить первый и единственный гол за свой клуб. Как вы думаете, что это за футболист и в каком клубе он установил этот антирекорд? Кстати, какой из сегодняшних эпизодов развеселил вас больше всего? Напишите свой вариант в комментариях. Мне будет очень интересно их почитать.